А дальше у нас после того, как мы закончили комбинацию из лошадок с акцентами, переходик, поворот. И с поворота мы сразу выходим на акценты, которые у нас один уже был. И опять же, здесь у нас поворот является подготовкой к этим акцентам. Поэтому во время поворота ваше тело уже настраивается на то, что ему нужно будет делать акцент. Акцент это очень амплитудное и резкое движение, поэтому нужно во время поворота собраться. Давайте посмотрим, что происходит. Правая, левая. Вот когда я встала на левую ногу, я уже готовлюсь к акценту. Я откидываю корпус в противоположную сторону и заношу ногу для того, чтобы ее потом сделать вправо. Горизонтальный удар. Напоминаю, это тяжечка и резкое выпрямление колена. И корпус поставить сверху. Хоп! После этого удара мы делаем тряску. Там по музыке очень все слышно. И после этого акцента идет такой же акцент на другую ногу с тряской. Хорошо выходим на левую ногу. Проверяем себя. Вот я могу поднять противоположную ногу. Значит, я хорошо вышла. И дальше у нас бочка. Большая бочка с волосами. Музыка очень сильная, поэтому бочка акцентированная. Для того, чтобы бочка у нас зашла на акцент, мы еще больше себя оттягиваем. Мы делаем замах для выхода на бочку. То есть мы оттягиваем себя чуть-чуть назад и в сторону. И себя хоп! Запустили. Вот. Во время бочки я перешла на правое бедро. Максимальная оттяжечка. И корпус уже наклонился. И потом я корпусом хоп! Сделала резкое движение. Мах! И вышла головой в правую сторону. Начинается новая комбинация. Там, где у нас такая загадочная связка. На первый резкий звук мы поднимаем волосы. Поднялись мы вот в таком положении. Дальше опять идет раз, два, три. На это раз, два, три. Сделаем тряску грудью с подъемом. И заодно разогнем свой корпус. Если мы после бочки пришли, не вверх. Даже вот мне нравится, когда приходишь не вверх, и потом постепенно себя поднимаешь грудью. Смотрите, я делаю подъем грудью с тряской. И при этом еще работает мое опорное колено. Вот я себя выталкиваю, да? Тогда тряска получается еще более амплитудная. Вот. Таким образом себя подняли. Теперь, внимание, начинается комбинация, которая будет повторяться у нас на правую ногу и на левую ногу. Считаем здесь на счет. Считаем раз, два, три, четыре. Между раз и два делаем промежуточный счет и. Раз и два, три, четыре. На раз. Делаем, наступаем на правую ногу назад с акцентом. Раз. Ноги сейчас будут работать одна за другой. Раз. Раз. И промежуточный быстрый шаг. Два. Встали на правую ногу. Теперь никуда с нее не уходим. А делаем на нее полумаятник через заднюю плоскость. И вверх. Три. Переходим на левую ногу. На ней же чуть-чуть подкручиваемся. Четыре. Делаем такой же полумаятник и докручиваемся анфас. Раз и два, три, четыре. Вот очень часто нам нужно в наших хореографиях делать что-то, начиная с опорной ноги. Вот я на нее встала, сделала раз и два. И с нее же я начинаю делать новое движение. Полумаятник через заднюю поверхность и вверх. При этом разворачиваясь на ноге. Сообразить, что для того, чтобы начать это движение, нам нужно согнуть колено. И тогда все получится. Три, четыре. И то же самое на другую ногу. Раз и два. Три, четыре. Чтобы вам было легче на три и четыре разворачиваться, держите взглядом точку, в которую вы хотите прийти. Ваше тело само подстроится и докрутится. Потому что если ваше тело не понимает, куда ему доворачиваться, вы, соответственно, не довернетесь. Поэтому задаем своему телу направление поворота взглядом. Еще. Раз и два. Три, четыре. Раз и два. На два, на ту же ногу, начинаем полумаятник, который идет на счет три. Три. Смотрим, куда нам поворачиваться. Четыре. Есть? Есть. Потом у нас будет удар в сторону. Полумаятник. Полумаятник. Смотрите. Здесь вы услышите, если хорошо послушаете музыку, вы услышите, что... Ну, я в танце делаю, смотрите как. Раз и два. Три и четыре я делаю с протряхиванием. Три, четыре. Следующая часть этой связки, вы услышите, что там больше резких акцентов. Вообще вся эта у нас музыка на вот этих вот постоянных ударах таблы, да? Вот. Поэтому во второй части этой связки они более интенсивные. Поэтому вот можно поиграться и их тоже отразить. Сейчас я сделаю на левую ногу ту же связочку, но покажу своим телом все эти резкие акценты. Что я делаю? Раз. Удар. Два. Вернее, нет. Раз. И... Смотрите. На два не просто обычный шаг, а шаг с ударом. Два. На три будет сейчас не просто маятник, а маятник с акцентом вниз. Три. То же самое четыре. Четыре. Получается вот что. Раз и два. Три. Четыре. И потом ушли на удар. Раз и два. Три. Четыре. Ну, это не обязательно. Это если вы захотите усовершенствовать вашу технику и заморочиться. Так, дальше уже все попроще. Ну, еще там одну связочку нам пережить, и уже будет все хорошо дальше. Удар. Во время всей этой хореографии следим за тем, чтобы мы максимально выходили на свою оттяжку. Потому что она очень быстрая, там много этих ударов. Если их... Понятно, что они не будут такими объемными, как когда у нас медленная музыка. Но вот прям вы делаете все, что только можно, потому что иначе танец будет вообще нечитаемый. Сделали удар. Полумаятник перешли на левую ногу. Полумаятник перешли на правую ногу. И заодно немножечко в диагональку повернулись. Следите за тем, чтобы вы не разворачивались вот в такую некрасивую позу. Когда виден непонятный живот, вот, и, ну, пропадает талия, в общем, пропадает все. Получается только какой-то один огромный живот, которого на самом деле не так он уже у нас есть. Следим за тем, чтобы зритель видел вот ваш разворотик. То есть, косточку задней ноги, чтобы тоже было видно. В таком положении мы делаем тарелочки. Опускаемся чуть-чуть вниз. И, внимание, дальше еще одна связочка. Она несложная, но надо ее обдумать.